Приветствую всех, кто присоединится сейчас или уже присоединяется к нашему эфиру. И кто будет нас смотреть в записи, представляю моего гостя Александра Батурина со основательного творческого объединения художники Чертанова. Александр сам художник. Я познакомилась с этим объединением, с этой организацией, когда сама участвовала в Open Collie от художника Чертанова. И лично с Александром, когда передавала свои картины, в итоге я, по-моему, в двух выставках участвовала и регулярно, по-моему, полгода с вами активно рисовала портреты с натуры. Сегодня мы хотели бы рассказать о такой организации, как художественное объединение, творческое объединение, на примере художника Чертанова. И Александр с удовольствием согласился. Здорово. Расскажи, пожалуйста, собственно, как пришла вообще идея организовать художники Чертанова и как это все организовано, что стоит за этой организацией? Здравствуйте. Еще раз. Слышно, да? Прекрасно. Вот. Идея... Ну, вообще, идеи никакой не было. То есть я познакомился с Пирей Булаусом, это второй сооснователь творческого объединения. И он живет в Чертаново рядом со мной. То есть я на выставке рисовали балерину. Потом я в ВКонтакте нашел его страницу, чтобы посмотреть, что художник. Оказалось, что там очень много видов Чертанова. Я удивился. Ну, и думаю, ну, и виды такие прям заборки какие-то, обрак и так далее. Ну, то есть приехать сюда и рисовать это мог только... Ну, то есть вряд ли кто-то доехал. Я подумал, не местный ли это житель? Я ему написал, что вы в Чертаново живете? Он говорит, да. Ну, оказалось, мы рядом живем. И потом мы начали ездить на разные, как бы, рисовашки в центр, рисовать модель. И вместе приезжали, уезжали. И потом как-то решили, что, типа, ездить в центр, конечно, здорово, но не всегда есть время, а не рисовать ли нам Чертаново. И вот рядом с моим домом я в библиотеку. Мы пошли в эту библиотеку. Сказали, если мы будем приглашать сюда моделей, людей и рисовать здесь, то есть как вы на это смотрите, нас, в общем, приняли радостно, с курсвертыми объятиями. И вот мы начали сначала рисовать, потом выставляться, потом у нас появилось вот это пространство. Нам уже два года творчеством объединения. И вот за два года у нас теперь появилась своя галерея. Супер. Да, в которой постоянно идут выставки. И появилось больше людей, чем вот мы вдвоем. И очень много разных активностей. Портреты, пейзажи, матюрморты, гипсы. И по субботам еще руки и ноги. Это нравится. То есть вы рисуете зарисовки с натуры рук и ног, да? Чтобы всем понятно было. Да, вот про ноги. Вот в Москве нигде не рисуют ноги. Ну и на нас тоже так странно немножко смотрят. А мы рисуем. Хорошо. То есть давайте я прорезюмирую все активности, которые вы организуете. То есть выставки тематические, да? И сколько уже вы провели таких за два года? Вот. Вы считаете, по-моему. Да, мы считаем. Вот эта 41-я выставка, она называется «На стиле на районе». Мы так не говорим, хоть живем в Чертаново. И это выставка о стилях. Тут представлены разные стили. От реализма и даже гиперреализма до современных течений, минимализма, арт-брюд, абстракция, импрессионизм. В общем, все, что мы смогли найти, мы собрали. Это 41-я выставка. Но это не единственная площадка, на которой мы выставляемся. Мы еще выставляемся в библиотеки. Мы даже в библиотеках выставлялись, но временно пока приостановили. И в центре московского долголетия. Несмотря на какое название, там очень круто. Нас там очень любят, это на Южной. Там галерейные подвесы, хорошие стены. Мы там сделали несколько выставок. Скажи, пожалуйста, а вот выставка, которую организуют художники Чертаново, могут участвовать только художники, именно жители этого района? Нет, конечно. Мы так назвались, потому что было грех не использовать такой нейминг. Но как бы мы им спекулируем. То есть вот у меня футболка. Супер. Да. И мы, естественно, среди художников стали очень быстро набирать популярность, потому что у нас все активности и выставки бесплатные. И к нам присылают работы. Вот на этой работе есть выставки из Петербурга, из Казани, ну и со всей Москвы, конечно, тоже. Из Москва, Подмосковья активно участвуют. У нас есть авторы, которые постоянно из выставки участвуют. Есть художники, которых мы приглашаем адресно, то есть кого-то из именитых художников, с кем мы знакомы, а иногда незнакомы. Но такой хороший повод познакомиться, написать, да, вот попросить, примите, пожалуйста, участие в выставке. Потому что для нас это, ну как бы, это авторитет. И когда какой-то именитый художник на своей странице постит фотографии с выставки художники Чертанова и указывает адрес галереи, то это, конечно, круто. Вот, поэтому абсолютно все могут принимать участие. Здорово. То есть вы принимаете художников на основании опенкола, верно? Да, верно. И, кстати, ты же нам подсказала тогда, как пользоваться формой. До этого мы все принимали в почту, и у нас просто вот так она пухала, и мы не знали, как с ней разбираться. Теперь мы используем форму, которая потом дает нам как бы огромную базу художников. И с этой формой, с таблицей цель можно по-разному работать, можно делать рассылки. Ну, то есть это очень-очень удобно, это прям, ну, спасло нам очень жизнь. Я рада, что было полезно. Спасибо, что отметила. Я рада, что было полезно. А я знаю, что вот анонсы всех выставок как-то попадают в региональную газету, и не одну, и в интернете как-то анонсируется. Каким образом вы добиваетесь такой широкой огласки и такого пиара? Наверное, мы очень счастливые люди, к нам все само пришло. То есть первый раз написали девушки из этих газет. Это три газеты по чертамам, ну, южная, северная, центральная. Это электронное издание, но которое входит в холдинг «Вечерняя Москва». А печатное издание вот по югу, это называется «Южные горизонты». И вот они сами нам как-то написали и просили, ну, то есть увидели в сети, в ВКонтакте, кажется, и написали нам. И мы предложили им создать чат, где они все, куда мы просто даем им информацию. Какое-то время даже думали, что это не очень-то, что никто это не смотрит и не читает. А на самом деле, оказывается, есть машины, вот у «Рамблера» конкретно, которая собирает новости вот с этих региональных СМИ и подает их уже как, ну, в новостной ленте «Рамблера». Да, там такой очень, достаточно масштабный репост идет. Да, да, да. Единственное, что за девочками приходится, ну, то есть, когда они публикуют новость, надо сразу же быстренько смотреть, потому что там бывают, ну, такие смешные ляпы. Ну, у нас было двухлетие, а они нас просто потравили с двухстолетия. Ну, мы подумали, что вот так и рождаются мифы, что это, в принципе, даже неплохо. Вот, то есть, это надо, да, следить и, ну, как бы, с ними связываться. И они, как бы, исправляют обычно, все хорошо. Да, ну, ошибки бывают. Хорошо. Мы начали перечислять активности, то есть, получается, основная активность – это выставки тематические, вот натурные зарисовки, конечностей, давай так определим, и портретов, я знаю, что там, да. Каждая выставка и открытие у вас с программой, да, сопровождается. Я знаю, что вот текущая выставка была с каким-то показом, да, даже с какими-то интересными элементами. Да. Вот, на выставках, да, это тоже такой лайфхак маленький, как собрать много людей на выставку, на открытие. А на выставке самая рабочая такая, как бы, рабочий поинт такой – это открытие, потому что потом это разлетается по соцсетям, сколько людей пришло, столько отклика везде будет. Мы обычно устраиваем констюмированную постановку, то есть, это наряженная модель, парень или девушка в каком-то образе, с какими-то атрибутами. Художники очень любят такие постановки, а такие постановки в Москве очень в многих местах устраивают платно. И очень часто приезжают люди, есть организации, например, этнокостюм, ой, да, 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 это портрет. Они специализируются вот прямо на этом. Но у нас костюмированные не всегда этнические, но этнические у нас были и индейцы, индейц был, и индианка была. Был народный костюм какой-то, я вот сама заставала. Народный костюм, ну, тех плечных семён, которые жили на этой земле в 16 веке, да, вот такой был костюм, но реконструкция, конечно. И мы просто везде публикуем, что вот можно приехать рисовать констюмированную постановку бесплатно, два сеанса по 45 минут, художники приезжают, и потом остаются на торжественную часть, на открытие. А сколько примерно людей вот было на последнем мероприятии, гостей? На открытие. На открытие. Ух, мне очень плохо. Ну, примерно. Да, у вас небольшое помещение, я помню. У нас небольшое помещение, да, наверное, около 100 квадратных метров, и не тут было, но тут было модели, которые ходили вот по периметру этого зала, их было, наверное, человек 20. Чтобы их всех вместе сфотографировать, пришлось выйти из галереи, и фотограф стоял на лестнице, чтобы сверху на фоне галереи всех сфотографировать. Вот. И человек 20 или даже 25 было как бы гостей. Ну, я помню, возможно, это лето, но я помню, что даже намного больше было гостей на открытии, потому что я помню, что сложновато было пробиться и посмотреть. Вот, да. Хорошо. То есть у вас такой full house набирается. Прекрасно. А обычно выставка проходит месяц или какой срок она доступен для зрителей? Да, обычно в среднем выставка проходит от 4 до 5 недель, вот. И сейчас мы думаем с осени сделать 6 недель. Мы хотим попробовать, потому что очень многие люди, они просто, ну, не доезжают, либо приезжают в последний день, когда мы устраиваем фенисаж, часть художников уже хотят забрать свои работы, а человек только доехал. Мы хотим попробовать сделать 6 недель. Я вот знаю, что еще в течение, то есть вернисаж вы организуете, вернисаж, и еще в течение вот самого периода выставки ты проводишь экскурсии, и вы находитесь на площадке тоже, делаете такие правитые экскурсии. Это такая достаточно большая программа, да, и временные ресурсы. Да, основная программа это вот как бы открытие, вернисаж, потом фенисаж, просто экскурсия, которая вот анонсирована. И вот, наверное, год мы еще ввели такую практику дежурства. Это те художники, которые участвуют в выставке, вот в этой выставке 57 участников. 57. 57. Дежурство – это абсолютно добровольная как бы инициатива, то есть они, подавая заявку в форме, ставят галочку, готовы ли они дежурить, то есть приходить сюда, сидеть 4-5 часов вот вечером, чтобы когда люди приходят, объяснить, что вообще происходит, дать визитку, можно, они могут рассказать про свою работу. И мы в форме тоже собираем от художников информацию про их работу. Они иногда присылают рассказы и так далее. Это основа для экскурсий и как бы база для дежурных. То есть дежурная вот это все, ну, а знакомят. Ну, это выставки и продажи, верно? Да, на этой выставке можно проверить. Да, тут везде висят, на этикетках есть QR-код, по которому можно скачать весь каталог выставки. Он с картинками, с описаниями от авторов. То есть вы и каталог делаете? Делаем каталог, да, тоже не так давно мы это начали сделать, и они потом остаются на памяти. Ну, они электронные, в формате PDF. Вот, потом, кроме дежурств, часто мы на выставках, когда это проводим, еще какие-то дополнительные мероприятия. Например, была натюрмортная выставка, и Алексей Кондратик проводил мастер-класс о написании натюрморта от варенья. Вот, то есть у него была демо и мастер-класс. Можно было записаться на демо, можно было на мастер-класс. Это бесплатно, естественно. Вот, то есть натюрморт, и они рисовали натюрморт. Ну, вот такие мы. Тоже устраиваем штуки. Потрясающе. А расскажи немножко о художниках, которые участвуют в выставках. Какой возраст, какой уровень их мастерства, собственно, техника. Ну, с географией мы уже разобрались. Техника. Значит, возраст. У нас очень много возрастных художников, и в какой-то момент, как раз почти год назад, в сентябре, я задумался о том, что хотелось бы привлекать молодых совсем. И как-то вот я только об этом подумал, как нам начали поступать заявки от студентов Цуриковского. Вот теперь я перехожу к технике. Студенты Цуриковского — это академизм, это академическая живопись, реализм. Мы, наша галерея, и жители Чертанова, они любят понятные рисунки, понятные картины, чтобы не было вопросов. Но иногда вот устраиваем такие выставки, чтобы как бы, чтобы слишком сладко не было, мы иногда устраиваем нереалистические абсолютно выставки, такие очень свободные. И вот прям на секунду оторвусь. Вот сейчас, да, у нас вот такая вся выставка. Да, здесь нету. И значит, это про возраст, про как бы... Техника, именно материалы какие, важно ли для вас? Есть ли ограничения? На самом деле ограничений нет. Вот, у нас всегда представлено очень много акварели, потому что я делал второй сооснователь, он акварелист. А это такая, это такая очень плотная тусовка международная. Ну, наверное, как и все, какие-то в их специализации. И он приглашает акварелистов, он мэтр, в общем-то. На него подписаны очень много людей. Соответственно, акварели нам присылают много. Естественно, у нас масло. Ну, естественно, акрил, без акрила сейчас вообще никуда. Да, это сейчас уже настала просто какая-то эпоха акрила. У нас есть графика. У нас начали появляться не так давно на выставках печатная графика, что мне лично очень приятно. печатная графика – это афор, клиногравюра, монотипе, то, что печатается в какой-то матрице. Вот. Ну, вот такие основные. Я помню, что когда я участвовала, была девочка с какой-то очень инновационной техникой фотографии. Да. Да, кстати, художественное фото. Потом, опять же, вот ты – это, наверное, пожалуй, первый диджитал художник, который у нас участвовал. То есть до этого у нас не было диджитал художников. Мы вообще не понимали, как с этим, то есть что с этим можно делать. Вот. После тебя уже были диджитал авторы из разных городов. То есть присылали даже такие большие работы, распечатанные. Угу. Принты. Принты. Вот будет выставка авторопортретов. Она, оказывается, мы ее решили все-таки сдвинуть. Ноября чуть подальше, почти на январь. Вот так. И на нее я хочу пригласить еще диджитал, молодых диджитал художников, которые рисуют бэкграунд для игр. Например, издают среду, рисуют бэкграунды. Ну, они как бы, они изучают анатомию, то есть они очень круто рисуют. Я вот хочу пригласить, чтобы они сделали свои портреты. Они колоритные. Пока вот переговоры не начались. Такие будут, наверное, персонажные. Интересно будет взглянуть. Александр, скажи, а как вы, собственно, экономически себя поддерживаете, финансово? Привлекаете ли вы спонсоров? Собственно, я понимаю вот этот объем активностей. И среди организаторов всего два человека, плюс волонтерская такая помощь по возможности, да, собственно, участников всех активностей. У вас галерея, вы делаете развеску, собственно, как вы ведете управляющей экономикой всей этой организации? И есть ли у вас спонсоры? Вот, ну, у нас есть, мы их называем партнеры, вот. Но это, ну, это и правда партнеры, потому что спонсорской, как бы, деятельности они не ведут. Это производители бумаги и художественных материалов. И мы напрямую с ними общаемся. Мы ходим каждый год на выставку «Скрепка», которая вот в этом году она в Кропусе проходила. Мы обязательно приходим к брендам, которые мы любим, с которыми мы работаем, чтобы пообщаться вживую. Они нас уже знают, у нас уже, по-моему, все знают. И мы, они обычно, ну, придумываем какое-то мероприятие и просим, чтобы нам предоставили бумагу, краски, кисти, ну, вот то, что производит. Либо какие-то призы, когда у нас бывает вот конкурс автопортрета, да. Было три приза от трех разных партнеров. Рублев, Смолевич и Виллехолдинг, Палацева, Буманда. Вот, то есть мы с ними активно работаем. И вот сейчас у нас скетч «Маршрут Хаче». Это художники рисуют скетчи от чистых прудов до Чертанова по маршруту трамвая-3 на всех остановках. Это урбанистические, да, скетчинг? Да, урбан скетчинг. И для этого, вот для меня это абсолютно новый совершенно опыт. Ну, как бы, я понял, что, почему это круто и что это не каждый может. Ну, я вот, например, нет. И вот компания «Малевич» предоставила нам 20 скетчбуков и 20 авторов. Вот следуют по этому маршруту. В конце они должны все обязательно отчитаться. То есть этот скетчбук – это не подарок, а это, ну, как бы, это исходная проекта. Дальше мы будем думать, как с этими скетчбуками обойтись. Либо их разобрать там, кружина, и выставить в каких-то больших рамах. Рамах купить специально для этого рамы. Сейчас расскажу, на что мы можем купить эти рамы. И вставить туда эти листы. И хотим их еще отсканировать. И, видимо, поставить большую фазму, где они бы, как слайд-шоу, могли крутиться все время. В наших выставках они полно бесплатные. У нас есть орбузнос – это 100 рублей. То есть это абсолютно символическая сумма, которая… То есть любой человек, который хочет участвовать в выставке, он может потратить такие деньги – 100 рублей. Эти деньги уходят на каталоги, ой, на сертификаты, которые мы выключаем. То есть вы вручаете сертификат участия каждому участнику художника? Да, да, я каждому художнику вручаем сертификат, напечатанный с печатью, с подписями. Всегда дизайн разный, то есть он в стиле выставки. Ну, как бы я адаптирую афишу на разные носители, в том числе на сертификат. И еще эти деньги идут на этикетки, на какие-то проволоки, которые мы крепим эти работы к сети. И вот мы говорили о том, что работы доступны к приобретению. И подавая заявку, художник указывает цену работы плюс 10%, которые мы собираем при продаже. То есть если все повисело и не продалось, люди забирают свои работы. Если работа продалась, обычно у меня или у них не покупает покупатель эту работу, и мы 10% оставляем в нашу копилку, мы ни копейки не трогаем оттуда, мы наоборот даже ее пополняем, вот, и остальные деньги отправляем автору. Ой, национально. Таким макаром у нас организовался кое-какой бюджет, из которого мы можем купить там три ноги для экспозиции. Мы купили вот деревянные и телескопические. Ну, какие-то материалы, какие-то инструменты иногда приходят на этот статус. Вот это вот. Это формирование вашего бюджета. Интересно очень. Ну, такая экономика, достаточно доступный для художников организационный взнос, небольшой процент и очень много благ, которые вы предоставляете бесплатно. У нас все просто. То есть у нас есть Excel-таблица, она на диске, которая доступна и мне, и мне. И у нас в чате много тем по каждой выставке есть еще там важные какие-то моменты и есть бюджет. То есть, например, Илье там отдают в руки там какие-то деньги, то есть он не может сразу запустить таблицу, он пишет в этот чат бюджет. Там 300 рублей процент продажи такой-то работы. А потом, когда домой приходит он или кто вперед, мы вносим, значит, это в Excel-таблицу и удаляем эту строчку. То есть для нас это вообще очень просто, ну, это, наверное, очень примитивно. Но в любом случае любая организация требует управления и каких-то инструментов. Здорово. Скажи, пожалуйста, Александр, а что тебе дает как художнику вот эта организация? То есть, по сути, ты художник и до создания организации имел свое имя, работы, которые выставлялись, и активности. Здесь поприбавилось, собственно, очень много административных, операционных моментов, о которых ты сейчас рассказал. Я просто поражаюсь объемом. Это, наверное, требует большой энергии, но это, наверное, что-то тебе дает. Расскажи, пожалуйста, что дала вот эта организация тебе? Вот, про организацию, да, я действительно был художником. Ну, в смысле, я как проучился в училище в Иркутске, потом я был дальше художником, дизайнером. И я, как правило, представал каким-то сообществом в Фейсбуке, которые мне интересны. Я пытался с ними там выставляться или продавать работы, но это было все не так централизовано. Когда мы стали, когда у нас появилось объединение художников Чистанова, во-первых, вот, кстати, что очень удивительно, но я над этим никогда раньше просто не думал, потому что у меня не было повода. Мы с Ильей очень полярно разные художники. То есть у Илья это такой породистый реализм, это акварель. Акварель, которую я вообще не использую, потому что не владею. У меня совершенно такое, ну, экскрессивное масло, современная, скорее, живопись. И вот эти две полярные, два полярных вкуса, они позволяют собирать довольно гармоничные экспозиции. Это первое. Но как художнику мне открылось целый мир неизведанного реализма, который раньше я не то что пролистывал. Мы подписываемся на тех авторов, которые близки, которые пишут, ну, например, которые пишут так же, как и ты. Или ты хочешь писать так же, как этот автор. В результате подписка становится немножко однобокой. Ну, это вот моя история. Соответственно, приток вот этого реализма, который тоже очень разный, тоже бывает разного качества, уровня. Это меня как бы обогащает, я так думаю. То есть исследуя вот это все, работая в своей манере, я как бы делаю более осознанные какие-то сюжеты. Это первое. Это подборка. Второе, естественно, поскольку наше творческое объединение стало очень популярно среди художников, и не только. У нас в ВКонтакте 1200 подписчиков, это без накруток, без рекламы. Это просто те люди, которые хотят быть подписаны. Естественно, зная как бы это сообщество, люди знают меня и Элью. То есть на любое чужое мероприятие, открытие мы идем в своих футболках и со всеми фотографируемся. То есть мы продвигаем сообщество, сообщество продвигает нас. Это такой симбиоз. Не знаю, во всех этих случаях работает, в нашем конкретно работает. Плюс мы живем в Чертаново, мы очень любим этот район, мы очень много пленерим, то есть рисуем на пленерих здесь в Чертаново. И когда мы эти выставки, эти работы показываем здесь на выставках в Чертаново, у нас получают очень хорошие продажи. Потому что люди видят знакомые места, знакомые с детства. Иногда несколько раз уже у меня покупали работы, один раз даже в Америку, чтобы отправить людям, которые провели всю жизнь в Чертаново, но потом уехали. И вот их родственники считают, что это такой крутой сувенир, купить картину узнаваемого вида, современного, ни фотографии, ни открытку, и отправить в другой город или в другую страну. Не будь этого объединения, это было бы сложно сделать, потому что проблема мегаполиса, это очень много людей, но все по-своему одинокие, не знают друг друга. А тут уже центр притяжения, у нас абсолютная монополия Чертаново в художественном плане. У вас, наверное, еще доступ к площадкам для экспозиции, возможности для публикации появились благодаря объединениям. То, что вы не один художник, а вот ваша группа и, собственно, и вся ваша миссия, и фокус творчества. Прекрасно. То есть публикации и количество гостей вы уже обсудили, тоже можете записать результаты. Ну, тогда мы ждем следующих выставок. Текущая на районе, она будет... На стиле на районе. На стиле на районе до... До 30 августа. До 30 августа. Вот кто-то, если хочет посмотреть... Да, и вот у нас еще есть такая тоже не очень обычная активность. Иногда просто пишут люди, некоторые стесняются, но стесняться не надо. Иногда мне пишут, ну, поскольку я ВКонтакте один из двух администраторов, да, один Илья Биловцев, второй я. И люди иногда пишут мне прямо уже в личку, что, Александр, хочу посмотреть вашу экспозицию, вот, когда работает галерея, могу ли я приехать завтра, там, например, в 4. Я говорю, да, галерея работает до 9, если хотите, я могу подойти в 4, вот завтра я прямо здесь на районе, на стиле на районе, я могу прийти и вам что-то рассказать. То есть это такая эксклюзивная экскурсия, кураторская, что очень круто. И люди обычно у нас, ну, занимает часа, то и полтора, потому что просто невозможно остановиться, люди задают вопросы, спрашивают, и мы не устаем, ну, рассказывать это даже одному или, там, трем человекам. Не обязательно для этого, там, 20. То есть такая опция у нас тоже есть, она очень классная. Ну, мне нравится. Здорово. Я сама ощутила, когда я пришла в галерея, никого не было, вот, первый раз, да, ты быстро достаточно смог прийти и мне помочь, потому что, вот, собственно, всё рядом находится. Давай тогда немножко завершаться, и мой коронный вопрос, именно, какие коллаборации можно тебе, с какими предложениями о сотрудничестве можно обращаться, что тебе интересно на данный момент? Там всё окей. Закончила. Коллаборации у нас бывают разные, мы уставлялись уже в центре, мы устраивали пленэр. Осенний пленэр ЦМЦ, Центр международной торговли, вот, и там участвовало 5 организаций, это Академия художеств, МСХ, Московский Совет Художников, потом АКП, Ассоциация художников-пленаристов, вот, ещё я забыл, которая какая-то, 4-я, и 5-я, это мы, художники Чертанова. То есть, вот, с такими организациями, как Академия... Такими федерального уровня, да, и, опять же, ЦМТ, да, Центр международной торговли, это Торгово-промышленная палата, то есть, это очень серьёзная организация. По итогу этого пленэра была выставка там, в ЦМТ, которая очень всем понравилась, и она им настолько понравилась, что они выпустили календарь, потому что это было перед Новым годом. Вот такой огромный календарь, у нас у всех есть авторский день в галерее, есть один такой календарь. Я просто хочу сказать, что, ну, 12 месяцев, да, в году, а 5 листов в календаре, это художники Чертанова, то есть, половина, вот, несмотря на Академию, да, на МСХ и вот другие организации, 5 листов, это наши работы. Вот это моя конкретная, и это коллаборация, то есть, это не наша была активность, а вот, ну, нас пригласили как соорганизаторов туда. И такие штуки мы хотим, как бы, такие штуки... То есть, это выставочная такая деятельность, какие-то проекты масштабные, да, вам интересны? Да, это выставочная и пленэрная. Пленэрная, угу, круто. Что еще, возможно, какие-то еще, может быть, вам нужно больше партнеров, может быть, вы заинтересованы в художниках, собственно, давай пройдемся по всем лицам. Нам нужно больше партнеров, конечно же, и больше художников, потому что большая база художников, это всегда сразу означает повышение уровня. То есть, когда у тебя есть из чего выбирать, ты уже делаешь очень серьезные выставки, ну, как бы, что, как бы, является репутацией, да, сообщества в целом, не только, как бы, вот, моя. И нам нужно больше людей, которые нам могут помогать. Естественно, это... Волонтеры, да? Волонтеры. Естественно, мы хотим придумать для этих людей какие-то бонусы, потому что мы понимаем, что просто так бесплатно делать какую-то работу, это только мы можем, наверное, энтузиазмом все это развешивать, возить на своей машине и так далее. То есть, мы хотим придумать для них какие-то бонусы, потому что мы очень... ну, то есть, мы знаем, что такое время, что время стоит денег, вообще любой труд должен оплачиваться. Но наша организация некоммерческая, платить деньгами мы не можем, но мы можем очень многое придумать, то есть, там уже надо смотреть, которые... Ну, я думаю, что это действительно может быть и бесплатная помощь, потому что, если художник является участником активности, все-таки, видя тот объем, который вы делаете, прямо хочется помочь. Ну, как, собственно, я участвовала тоже в мере возможностей, помогала. А скажи, пожалуйста, заинтересованы ли вы в моделях? Нужны ли вам, может быть, модели для портретной деятельности, для постановок, вернисажей, куда обращаться лучше вообще со всеми предложениями? Да, обращаться со всеми предложениями можно ко мне через ВКонтакте, Телеграм, то есть, кому как удобно. Вот, модели обычно мы рисуем по понедельникам, но начнем с ментября, потому что сейчас очень многие художники уехали. Я расскажу, в чем эта небольшая проблема. Дело в том, что модели мы тоже не платим деньги, а модель может выбирать портрет себе в подарок за то, что человек потратил время и позировал нам. И когда приходит мало художников, например, 4 или 5, то мне очень неудобно перед моделью, потому что маленький выбор. А когда приходит 16 художников или 20... Мне кажется, что когда большой выбор, это тоже большая проблема выбрать. Я согласен, мы никогда не знаем, кто придет, мы же приглашаем и любителей, и профессионалов. Могут прийти любители, но на самом деле выбор моделей такой иногда неочевидный. То есть, много раз модели выбирали именно любительские рисунки, комментируя это тем, что человек настолько уловил мой характер, мое настроение, вот сейчас, мое состояние, не так важна схожесть, вот такая прям реалистичная, как на фото, сколько важен вот этот образ. И мне было очень приятно, очень удивительно, когда модели говорили, я хочу вот этот рисунок как основной. Ну, основной, основной это, ну, подарят, не подарят, то есть тоже художниками. Но такое бывало, это было вообще классно. Поэтому модели нам нужны. Это можно обращаться ко мне. С сентября я прям начну вести, делать такую... Расписание. Очередь. Да, очередь из моделей. Буду анонсировать в соцсетях. Можно смотреть, кого мы рисуем. Ну, и, соответственно, приходить, если... Для художников можно присоединиться к этой активности, да? Для художников запросто мы приглашаем всех любителей, профессионалов. То есть это, может быть, художники, которые, например, не являются там и жителями района Чертаново, и, может быть, не участниками текущей выставки, это, может быть, все желающие, которые хотят пообщаться с подобными художниками, с тобой, с Ильей, да, с основателями организации, и порисовать, да? Да, даже более того, это могут быть вообще не художники, которые, например, хотят попробовать. Почему бы не попробовать это бесплатно? Сидит человек, абсолютно творческая атмосфера, можно смотреть, как кто рисует, получить какие-то советы. То есть, в принципе, очень... Ну, если кто-то приходит на вот такие сессии рисовали, то тогда он должен материал с собой приносить, правильно? Да, вообще у нас каждый приносит свои материалы, но что-то базовое у нас тут есть. То есть мы говорили вот о нашем бюджете и о наших партнерах, и у нас есть бумага, скажем, черновики, вот, которые на обратной стороне можно использовать. У нас есть карандаши, ну, какие-то номинальные... И да, базовый материал, если, например, спонтанно пришла идея присоединиться, да? Да, вот мимо шла, да. Иногда у нас бывает так, что просто человек заходит, не понимает, что происходит. Да, 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 подходят к банкомату, видят, что здесь галерея, заходят, я говорю, ну, все рисуют, робко заглядывают. Я говорю, ну, не нужно снять, заходите, можете посмотреть выставку. Мы рисуем, если хотите порисовать, вы тоже можете присоединиться, я вам дам бумагу, карандаши. И такое бывало, и вот, когда мы рисуем русские ноги, пришла какая-то женщина, это было в парке, мимо шла какая-то женщина с ковриком для йоги, она говорит, а где занимаются йогой? Сейчас же программа «Лето в Москве», все на улицу. Мы говорим, мы не знаем, мы не видели никого, но мы тут рисуем ноги, может быть, вы хотите присоединиться, порисовать ноги? Она говорит, черт, на йогу не попало, ну, тогда я буду рисовать ноги. Мы ей дали карандаши, бумагу, и она очень круто рисовала. Мне очень понравилось. Давайте для нехудожников скажем, что руки и ноги – это очень сложный элемент для рисования, поэтому требует постоянной практики, и как раз у вас регулярная активность для того, чтобы практиковаться. Супер. А давай тогда последний вопрос. Всем нужна художникам особенности, поддержка, признание. Скажи, пожалуйста, как подписчики, твои новые дары и люди, которые случайно, возможно, услышали о вашей организации, могут вас поддержать? Вот, очень хороший вопрос. Я на самом деле, ну, мне надо этим заняться, мне уже надо тебе ежедневно просто это внести. Мы подключили такую опцию в ВК, ВК дону для доней. Донаты, да. Донаты, да. И у нас уже есть один дон, и мы думаем о том, как делать публикации для дона, чтобы у него был какой-то стимул. Но на самом деле, просто вот отзывы, книги отзывов, это тоже, это так приятно. Причем у нас там есть на киргизском языке, на таджикском языке, да, и вот как бы художники фотографировали и показывали соседям таджикам, чтобы они перевели, что там написано. Ну, а там написано, пока мама на работе, а папа в магазине, я смотрю эту выставку, все картины очень красивые. Это вообще такой донат, на самом деле, это очень круто, но выставка становится как бы международной немножко такой, ну, с признанием международным. Вот, ну, конечно же, лучшая похвала для художника, это когда покупают его работы, но я считаю, что покупка, что покупка необязательна, что когда можно прийти бесплатно смотреть, то это тоже очень круто. Вот примерно то, что происходит на Никитском бульваре, я говорил, что это как выставка одного дня, ты показал, пообщался с людьми, тебе, ну, это заряжает батарейки, что ли, конечно, когда покупают, особенно когда у тебя нет денег, у тебя купили работу, у тебя появились деньги, это, ну, и ты думаешь, надо еще это стимулирует работать, но вот как бы общение, и это тоже очень круто. Да, на самом деле, я тоже была с тобой на Никитском бульваре на этой арт-выставке в Маркете, вот, и многие художники действительно хотят рассказать о своих работах, и если вы вдруг проходите мимо какого-то искусства и видите, что представляет это искусство именно художник, а не, наверное, там, галерист, который организатор, хотя тоже, там, кураторы очень увлечены, но особое внимание, пожалуйста, уделяйте художнику, потому что он может рассказать, поделиться историей создания, эмоциями, и иногда бывает очень интересно рассказать, что заложено в картине, и получить тоже такую обратную связь от того, что было, ну, что отозвалось у зрителя, поэтому диалог очень прекрасный, если вы любите искусство, спасибо, что демонстрируешь, это был такой немножко спойлер, я так завлекаю просто твоих подписчиков, чтобы заинтересоваться. Ну, и, собственно, и твоих тоже разделим тогда и тир, вот, вся информация, где находится галерея и как присоединиться к замечательному творческому объединению художники Чертанова, активному, прям, совершенно у вас нет аналогов, хорошим досмотром организации, я просто восхищена активностью и Александра, и Ильи, которые сегодня присутствуют, но являются основательной организацией, а вот я думаю, что прям все желающие, которые откладывали творческий процесс, да, или кто хочет насладиться картинами, да, есть доступные варианты, и есть группа единомышленников очень активных, которые поддерживают художников и, собственно, сами получают очень хорошие результаты. Вот, на этой ноте я предлагаю завершить все тогда какие-то вопросы, которые возникнут, можно направлять Александру, да, вот, и, или писать в СТОМ, я переправлю, собственно, тогда эту информацию, например, Александра, и вы найдетесь. Ну, на самом деле, можно просто загуглить художника Чертанова, это уже бренд, вот, и с легкостью можно найти все контакты. Спасибо большое за такую и мини-экскурсию, и подробный рассказ про организацию, думаю, что это было вдохновляюще и полезно для многих. Я желаю вам успеха, как организация, тебе лично, как художнику, я просто посвящаюсь вашей активностью. Вам удалось. Спасибо большое, что пригласила, для меня это первый такой опыт, и это очень круто, и очень приятно, что вот первый опыт у тебя, тем более. Здорово, тогда будем повторять, или, собственно, это нужно действительно рассказывать, про ваше объединение точно нужно рассказывать. Вам удачи, хорошего дня, до свидания. Спасибо, до свидания.